я рад всех приветствовать и так в этом ролике хочу попробовать именно сделать штаны блюсли потом поставить персонажа в позу и сделать ему склейку за браш и пролепить сделать полноценную модель уже на подставке так погнали файл импорт это значит общ импортируем сюда модель именно блюсли так аватар open of the sky all все это дело оставляем в таком же виде жмем давайте на x наверно по их симметрии так и окей посмотрим что получится это в плане конспекта так едини единица на нампаде это значит вот такой ракурс двойка фаз четверка профиль пятерка сверху шестерка ну соответственно вот в таком виде переключается персонаж 2d окне есть вот такой вот типа оттенок это вот наш персонаж на который будем наносить штанишки так это опять же эксперимент не урок погнали воспоминания о прошлых роликах так что сделаем включим сначала полигон так давайте сначала как вот в роликах говорят сразу покажу где языки это вот лангвайр здесь был конечно русский язык почему-то он исчез после переключения с русского на английский есть вот такая дело и гизма переключаем на локальные координаты ну в принципе пока остальное мне не понадобится это штанишки вроде бы простейшая не буду я здесь швы пока делать не нужно ну просто чтобы они на нем висели и подключить его к ригу так включаем полигоны зажимаем левую кнопку мыши переключаемся на rectangle нажимаем один щелчок высвечивается размер вот этого полигона окей добавляем значит и сижим еще один материал на этот материал добавляем с помощью текстур это вот в этой панели внизу текстуру вот этих штанишек то бишь выкройку где-то тут скачал так вот такие штанишки колесико приближаем зажатое колесико все это дело передвигаем переключаемся вот на эту функцию edit текстур 2d и здесь есть у нас значит передвижение перекрутка вот этого вот этой текстуры control z это возврат назад делаем с помощью вот этого значит типа гизма скайл приближаем и нам нужна какая-нибудь одна вот эта вот деталь так еще можно побольше поставить и еще так передвинуть control z вот теперь наверное все таки передвинуть до переключаемся теперь полигоны на полигоны и попробуем переключиться на первую вот эту текстуру и нарисовать то бишь вот вершинами спроецировать на нашего вот этого вот эту вот нашу заготовку теперь нужно здесь чуть-чуть вот этот полукругом подвести это значит заходим функцию edit pattern зажимаем переключаемся на edit так edit курватура по моему она да и вот ею так вот загибаем все заготовка готова теперь можно переключиться функцию transform pattern я наверно вот этот полигон удалю его можно скрывать но в принципе если он не нужен зачем его тут держать да так погнали выкройка есть выберем ее с помощью вот этой функции значит transform pattern выберем и перетащим к нашему персонажу здесь с помощью транспоза типа вот этого все вытаскиваем вытягиваем колесико передвигаем и перекручиваем приближаем так надо теперь немножко тут подкорректировать вот эту значит высоту переключаемся на edit pattern выбираем наши вот эти вершины и потихоньку тут все это дело вершинами регулируем здесь значит должны они быть поуже где-то даже повыше можно их чуть-чуть поднять пускай так будет ну а здесь они у меня должны быть широкие на талии наверно поуже так здесь и роматни чуть-чуть поменьше само собой и чуть-чуть наверное повыше вот так заготовка есть переключаемся опять же в эту функцию выбираем правая кнопка мыши делаем intense pattern это значит control z не то в принципе интер симметрия pattern пардонте симметрия pattern подгоняем это у нас получается две заготовки которые у нас должны стоять спереди с помощью гизма перетаскиваем его это значит в 3d окне значит теперь это у нас выходит четверка но нам падить чуть-чуть приближаем к нашему персонажу единица двойка так все вроде заготовлено и давайте все это перетащим в бок делаем всему этому копию копия так паст вставляем вот сюда сбоку тоже так тройка четверка на нам паде выбираем еще раз вот эту заднюю часть перетаскиваем ее назад и давайте все это пока сошьем посмотрим а потом добавим еще какие-нибудь детали так двойка на нам паде вот это все еще вот сюда так можно их также поменять местами не суть вопроса проверим и этот вариант чтобы типа были зеркальные так подтягиваем ну а теперь сшиваем сшивка идет у нас вот этой функции сегмент севинг вот это вот нижняя сшивать можно именно в 2d окне это значит так это вот у нас задняя часть мы ее сшиваем с передней чтобы вот ровные вот эти были части не было перехлестия можно также сшивать в 3d окне здесь кстати удобно так передвигаем смотрим значит н английская и вот так все это дело в 3d окне проще и быстрее кажется мне вот вот перехлестия смотрите вот такие вот получились перехлестия не беда ctrl z ctrl z и попробуем по новой только нужно вести теперь так к верхней части вот так вот 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 от этой части к верхней части тогда они будут ровные ну и здесь тоже соединяем так мотню можно конечно мотню еще добавить сюда такую уж но попробую так сшить так что то тут тоже перекрутилась ctrl z выбираем вверх выбираем вверх все нормальная сшивка вверх а а зачем нам тут понравилось мне сшивать так верхнюю часть тут выбираем тут сшивка прошла и верхнюю часть тут и тут сшивание прошло так смотрим теперь заднюю часть так и двойка на нам паде перекручиваем и заднюю часть сшиваем ну вот пока что то такое жмем пробел все станишки натянулись все нормально и можно левой кнопкой мыши их тут еще поднимать но я наверное выберу такую функцию здесь вот так вот эти вот все заготовки я выберу и чуть-чуть вытяну жму пробел это многовато ctrl z ctrl z но чуть-чуть чуть-чуть их можно вытянуть нажать пробел нажать пробел чуть-чуть тут подправить это прям уже считай готовые штаны не надо никаких больше складок правильно ну вот что то в этом духе штанишки есть вот так у него тут ремень еще идет давайте добавим ремень опять же полигонами нарисуем 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 вот такую полоску все заготовка есть теперь нужно ее так симметрия паттерн это будет верхняя часть можно также цельные полоски делать и сшивать уже по по кругу это где-то тут функция сейчас тоже надо это дело рассмотреть так ну все это теперь дублируем копии past переносим сюда наверх это значит сразу смотрим это у нас переднюю вот эти вот ремешки у нас передние так ставим спереди так двойка на нампаде и чуть-чуть подкорректируем повыше их а это у нас задние так это значит двойка на нампаде колесико и сюда вот так все это дело подставляем сзади только вот так ну и сшиваем их теперь сшивать можно опять же тут же выбираем вот эту функцию и сшиваем спереди и между собой первая часть сделана так вторая часть вот перекрутка идет не надо ее от угла до угла доводим ровненько и все сшито так теперь в 3d окне давайте попробуем сшить тут это выбираем вот это ребро и вот это сшито сейчас возможно пойдет какая-нибудь кака ну и жмем пробел все ремешок тоже есть тут еще можно добавить вот этот шов сейчас все дело это будем разбирать так ну и то же самое давайте добавим на низ так еще можно сдублировать давайте вот эти еще сдублируем детали копим вставляем паст и ставим их вниз так же делаем паст и ставим вот сюда так что это у нас получается это у нас детали сшитые уже это не есть хорошо значит мы их delete удаляем и просто одну вот эту часть копируем а лучше сделаем полигон и другу какую-то деталь поменьше все эта деталь есть теперь нам нужно ее отзеркалить симметрия и выбрать вот эти две детали скей 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 выбираем копируем и вставляем паст только вот сюда получается это у нас перед значит тут эти части мы оставляем спереди вот эти подводим ближе к нашему вот этому персонажу так а эти части надо подставить сзади вот так вот ну и то же самое делаем сшивание в 2d окне можно просто их тут сшить вот таким вот образом так нужно еще попробовать вот это фри севин давайте попробуем указываем допустим вот эту область и указываем так cancel скей вот эту область а следом вот эту и вот получается еще такое сшивание тоже неплохо вот это что у нас тут так это нам пока не понадобится ну вот так будет по моему побыстрее так все это дело сшили между собой не надо теперь уже вот в этой функции вот в этой 3d окне нужно сшить вот эту часть вот с этой ну и эти части тоже по бокам чтобы они нормально тут сошлись хотя я не знаю зачем мне нужны просто нишки и так у нас хорошо легли так сначала ctrl z все эту часть сшиваем переключаемся вот на эту функцию и нужно эти части чуть-чуть двойка на нампаде с помощью гизма подогнать нормально к щиколоткам вот так так теперь это дело подгоняем еще вот так поровней ну чтобы она четко обхватила щиколотку чтобы не было казусов так двойка на нампаде ну и жмем пробел или вот здесь вот вверху нажимаете она идет значит тут это все дело связывается так выбираем вот эти части я их хочу чуть-чуть уменьшить так и вот эти части тоже так скей тоже я хочу их немножко уменьшить пробел уменьшить то уменьшил но теперь вот еще что хотелось бы сделать вот эти части приподнять значит поднимаем вот эту часть тоже поднимаем ну и жмем теперь пробел ну и жмем теперь пробел так вот на щиколотках вот эту часть нужно немножко подтянуть вот так вот ну и тут тоже поднимаем и чуть-чуть оттянуть подправить то бишь так есть такие штанишки ну вот хотелось бы еще швы вот здесь вот добавить вот на этих деталях вот сейчас давайте рассмотрим как это делать так и что нужно давайте попробуем теперь порезать все это дело значит выбираем z так выбираем давайте вот эту полоску и через вот эту так правая кнопка мышцы offset pattern on line крит internal line это чтобы отсоединить их в промежуток был теперь здесь размер у нас указывается так допустим что у нас тут побольше ставим пускай семерка будет окей теперь нужно выбрать правой кнопкой мыши и сделать так ну-ка давайте выберем их так этот и вот этот и правая кнопка мышцы cut save вот мы их отрезали теперь нужно их соединить чтобы шов появился смотрим как это дело будет происходить и так давайте теперь сошьем это значит n значит эту к этой окей эту к этой окей мы смотрим что получится включаем симуляцию все все нормально это значит у нас что это у нас пояс по моему пояс да да и причем задняя его часть и которую нужно по моему еще так n да нет вроде она у нас сшита попробуем все это делать тянуть вроде бы нормально так здесь что-то ну вроде бы нормально так и посмотрим как сделать швы так это значит есть тоже геометрию немножко что тут такое сейчас будем поправлять так здесь что-то большоватое наверное какая-то штука натянет в эту сторону тут так это и и и и и и О, уже вроде бы получше. Так, вот этот шов чуть-чуть сюда. О, нормально пока. Так, сзади чуть-чуть, конечно, охреналось. Сейчас будем ещё регулировать. Это значит, вот эти задние штуки. Значит, мы их чуть-чуть уменьшим и сделаем пробел. Вот, натянули. Так, вот теперь можно их чуть-чуть подкорректировать. Вот, вытянулась вот эта штукенция. Так, сзади чуть-чуть подкорректировать. Ну, что-то в этом духе, только вот эта часть ушла сюда. Это не есть хорошо. Так, смотрим, выбираем, значит, Z английскую. Вот этот шов и через shift вот этот шов. И делаем правая кнопка мыши, крит, так, offset pattern, нет, не он. Так, Z выбираем вот эту и через shift вот эту вот часть. Правая кнопка, offset internal line. Ну, здесь мы ставим размер нашего шва. Так, я его поставлю 4 сантиметра. Хочу, чтобы он был большой. А ну-ка. Так, здесь пока не видно. Ну, и то же самое проделаем для повторения здесь. Значит, Z выбираем вот эту штуку. Через shift еще одну полосу. Правая кнопка мыши. Offset pattern online. Здесь, значит, ставим 6 миллиметров. Ставим галочку. Вот такой вид шва. Так, отделяем. Теперь выделяем Z. Выделяем вот этот шов. Так, поближе. И через shift вот этот. И делаем cut save. Вот эта штука. Теперь мы ее должны опять же сшить. Это N английская. Выбираем. Вшиваем. Ок. Выбираем. Вшиваем. Он показывает, походу, один уже сшитый. Так. И теперь вот эту. Выбираем левой кнопкой мыши полоску. И через shift вот эту. Выбираем и делаем правая кнопка мыши. Так. Не сработало. Значит Z вот это. И через shift вот это. Правая кнопка мыши. Offset as internal line. Выбираем 4 сантиметра. Ок. Шов есть. Шов-то есть. А вот. Где он. Угу. 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 Control Z. Угу. Значит. Если мы выбираем вот эту часть. И через shift вот эту. Правая кнопка. Offset internal line. Убираем 4 сантиметра шов. Ну вот. Шов появился. Значит. Тоже убирать нижнюю часть. Вот эту. Угу. internal line. Ок. Так. Делаем. Пробил. Во. Чуть-чуть тут поправилась. На также аккуратно придется. Ум procedure. 接着. На. 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 th. Так, а если его отвезти, что-то он тут заходит куда-то поболя, видать. Ну, сейчас разровняется, надеюсь. Значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вернемся к изначальному. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Во. Пускай пока такой вид будет. Так, если пробел нажать. Вот эти внутренние швы, походу, нам всю малину портят. Сейчас мы это все дело удалим. Не знаю, на сколько тут возврат работает. Так, и теперь получается через Z. Z выбираем вот эту часть. И вот эту через Shift. И шов тогда побольше. Ок. Это задняя часть получилась. Ну, что-то вроде нормального. Так. А это вот будет передняя часть. Которую нам еще нужно отрезать, походу. Угу. Это значит Z. Верхняя часть через Shift. Вот это правая кнопка мыши. Так. Продолжаем экспериментировать. Значит так. Нам нужно опять тут отрезать. Это значит Z. Выбираем вот эту верхнюю часть. И через Shift вот эту. Offset Internal показывает. Так. Но нам же нужно отрезать ее. Нам нужен Cut. Значит это Z. Z английская. Через Shift. Так. Что-то не получается. Так. Немножко отвлекся. Давайте опять же Z. Вот эту. Через Shift. Вот эту. И так. Offset Internal Line. Так. Не этот. Правая кнопка мыши. Offset Pattern Online. Выбираем отрезку. Ок. Теперь выбираем. Вот эту. И вот эту. Через Shift. И жмем. Cut Set. Вот. Немножко. Теперь. Английская N. Все это дело надо связать. Так. Но между собой их не надо. А в принципе надо. Вот поэтому и гон был походу. Да. Вот мы его связываем. Все. Нормальный. Вышел край. Вот. Теперь. Нужно выбрать. Вот. Этот. Край. И через Shift. Так. Это уже у нас. Z. Английская. Вот. Эту. Линию. Убираем. Через Shift. Зажатый. Вот. Эту. Правая кнопка мыши. Internal Line. Вставим в шов. Семерочка. Ок. Ну. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Но только. Так. Ну здесь то все хорошо. А что то у меня здесь со спиной. Какие то все таки проблемы. Вот. Именно только вот с этой частью. Немного. Не осталось. Question 3. От disasters. которую焦 expresVO. А если нет? Anne и а проблема это идет вот из-за этих вот где неправильно шов пришел так вот эту через shift вот эту delete все нормально все подравнялось почти все ну и то же самое можно значит сделать так а тут чего нас какие-то дырки дырки нам не нужны выравним управляем и на нижней части можно их тут не разрезать наверное так понял что просто z английская вот эту часть выбираем и вот эту так нет нету выбираем вот эту часть так это у нас вперед да да значит в передней части z английская выбираем вот эту и через shift вот эту тут еще при не запутаться паттерн так интерна онлайн ok вот шов сделан и теперь значит z выбираем вот эту часть она симметрично сделала походу да и метрично так ну брюса по-моему такие тонишки были а вы еще что я хотел сделать я хотел по нижней части вот здесь сделать тоже шов но потолще это значит идет z вот эта часть и вот это если выбрать и нажать правая кнопка мыши internal line и тут прям шов такой и белый за сандалик вот теперь и тут бы еще жесткость поставить вот этим швам так ну на русском я видел как это делается на английском ну ладно это оставим на следующую информацию надо на русский перевести хотя бы интерфейс чуть-чуть узнать так что тут еще ну это все сделано швы есть ну давайте еще швы поставим так вот здесь по бокам вот так тоже швы проведем это значит z вот эту и вот эту и вот эту здесь вообще швы давайте еще прям побольше окей так а вот это уже не интересно ctrl z ctrl z значит нужно нам выбрать вот эту вот эту через shift вот эту и вот теперь internal line 17 ok и у нас получается двойной шов а нужно было выбирать или на одной от этой я думаю так да вот эту нужно было выбрать и вот эту а так у нас получается двойной шов но тоже неплохо все простегано все хорошо так тройка на нампаде двойка на нампаде еще я хотел бы вот эти вот вершины попробовать чуть-чуть вот так если сейчас намучу что-нибудь этакое да тут уже надо тогда и вот эти швы тоже поправлять в принципе все нормально вот единство что так возвращаемся назад так нажмем пробел штанишки пусть выровняются и вот наверно вот этот полоски вот эти вот верхней вот эти так чуть-чуть уменьшить так ну задние тоже немножко уменьшить так что тут вроде швы должны были попасть все нормально чуть-чуть шов выше заходит почему-то а все поправить надо было ну получились короче вот такие простенькие пока штанишки вот так я сейчас этот проект сохранил я хочу потом еще на нем попробовать многие вещи которые есть тут и швы надувать и как-то все дело компоновать но это надо уже дальше смотреть что да как сохраняю проект файл save project и и сохраняю так это у нас папка макс переделал брус назовем значит брус станции сохранить не знаю потом когда буду подключать этот проект как это все дело будет работать ну пока вот так нужно еще станет штанишки сохранить давайте сохраним штанишки это значит жмем файл так импорт давайте экспорт 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 опш нажимаем и пишем в ту папку куда это будем сохранять пишем штанцы сохранить сейчас он должен окошко показать вот окошком показывать значит при сохранении сохранить все так верхние вот эти паттерны они нижние вот этот аватар аватар нам не нужен галочку убираем дальше ставим в сантиметрах или в чем вот в каком именно сантиметров миллиметра тут китайская что-то но я поставил в сантиметрах чтобы сохранялось все так ну и в принципе инвертировать не надо save вот эти всем ставить пока не надо сохраняем только вот наш этот проект штаны окей почему-то не открывается так я еще один наверное сохранил этот проект это значит экспорт окс значит штанцы штаны 1 1 значит будет штаны они это штанцы вот они штанцы 2 и посмотрим как какой работает так сохранить только теперь так что я должен поставить миллиметры пост позор метры ну и одну давайте в миллиметрах сохранил так здесь как это вот если вы поставите он был тут и топ забрав все это дело загрузится по частям вот отдельными частями build это как объединение single object так multiple object вот это тоже не помню разъединение по моему отдельные части миллиметрах так x по симметрии поставим мета дэйт и папка текстуры сохранить зип папку если есть текстуры то вот они сохраняются так еще раз сохраняем ну пока все идем куда забрать и так забрать импорт общ рабочий стол находим где у нас тут находятся вот эти штаны штанцы штанцы 2 подгружаем смотрим и так вот эти гаврики сохранились перша так это что тут такое сохранился только персонаж это миллиметр я включил теперь импорт штанцы просто вот штанцы сохранились значит и отец с аватарем сохранил так что тут у нас по сетке вот увидите как это все дело здесь вот загрузилась не интересно половина не видно да заходим теперь дисплей так дисплей properties и ставим дубликат чтобы видеть каждую вот эту часть так смотрим пропали мои швы как будто я их и не делал ctrl d ctrl d такая штука она что-то я неправильно где-то наверное сохранил хотя 1 миллион а толку не на грамм так и что еще тут да нет вот они швы какие-то присутствуют а я не изменил сетку пардонте сейчас вернемся видите триангуляция стоит сетки сейчас мы сетку поменяем открываем open наш проект вот этот вот значок блюж танцы буква м загружается вроде нормально загрузился проект теперь выбираем какую штуку выбираем полигонаж ну смысле вот это отображение во вьюпорте и вот у нас тут видите триангуляция сетка триангулированная значит так выбираем все вот эти наши выкройки и находим внизу вот этот макка чай название тут стоит нефти лянеус бляд мин целянеус и тут триангуляция склады квадры поставим чтобы это кубы были вот они кубы так как где у нас тут детализация так кант фейс 613 фейсов размер так так паттерн 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 пису какой-то ну только что квадры также квадры по моему можно здесь правой кнопкой мыши выбрать так триангуляция квадрангуляции ремешинг вот ремешинг сделать солиди фим это сглаживание с так приз а ну-ка флип норму ну ничего так ну ничего так сгладились прям как стекло стали ну давайте попробуем файл так экспорт опять же обс так это выбираем станции 3 enter смотрим что он тут опять вот аватар нам не нужен миллиметры можно поставить теперь сантиметры ну и тот же аксис конверсиям по иксу юри координаты include hidden object ох нет и басурмании ну ладно так все окей сохраняем и посмотрим что теперь то получилось то ну сетка вроде бы вот нормальная получается также убрать сетку это вот в этом внешнем виде вот можно сделать две стороны одинаковых одну сторону можно сделать темной вот разноцветные может полигруппы быть где что да как также здесь можно отключать аватары где-то так аватар по моему вот этот да вот аватару можно отключить и аватару можно включить словом тут настройки надо изучать так все идем за браш загружаем за браш значит нашего вот этого штанцы 3 надо не забыть их потом по удалять а то слишком много их и у нас тут со штанцами передней части нету не бядаем display properties дублирования слов я тут вообще не наблюдаю в принципе как и экстракт только ебли больше можно это слово нет так ctrl d сглаживание проходит плохо 2000 полигонов ctrl z так что еще нужно сделать я так думал что сделать за рмс так а чё там внутри ну внутри нормально так делаем за рмс стали штанцы поглажем теперь можно их так это покрасить давайте выберем кисточку стандарт gb зад выберем синий цвет x симметрия закрашиваем наши вот этого персонажа переключаемся на материал светлый так теперь выбираем цвет черный и низа тоже так чернявеньким подкрасим так это дофига c английская поправляем ctrl d ctrl d чтобы сделать нормальную покраску английская цена драфт сайз поменьше и вот эту полосу более поровне так теперь так низ смотрим что у нас с низом принципе нормально так c чуть-чуть его еще поровнее сделаем ну а теперь делаем так за плагины uvmaster work on clone on wrap делаем развертку за плагины делаем копии uvs нажимаем за плагины паст применяем так теперь нужно текстуры paint concrete from polypaint вот она развертка подгрузилась геометрии на первый subdiv и дал hidden удаляем полигонаж полигоны и делаем экспорт ну станции 3.1 сохраняем теперь идем в блендер да открываем нашего персонажа брусли файл так импорт и находим где находятся наши вот эти штанцы по моему штанцы 3.1 и вот насколько они стали тут большеватым так что у нас с текстурами текстуры есть все нормально английская с чуть-чуть еще наверно так что тут такое получается чуть-чуть с ну за счет того что сетка менялась получилось что изменился вот наш вот этот тоже это что нам нужно нам нужен скульпт мод ну и немножко все это делать не без этого надо подправить так f кисточку уменьшаем теперь поменьше кисточку вот так вот ну и ляжки тут тоже под закрепим часть вперед часть назад ну и тут две части опа единицы на нам паде и вот такой результат тот персонажа и так пока вот такой вот результат теперь персонаж который с костями ставим его в позу вот эти штаны добавляем вставим в в позу, сохраняем его уже в позе в файл общ, закидываем в the brush в следующем ролике, ну и пролепливаем делаем просто статуэтку все, всем пока, до свидания